Всем привет, с вами Денис Мейджор и сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от игры Призрак Цусимы, ну или Ghost of Tsushima для PlayStation 4. Сразу только говорю, что это никакой не обзор, я не собираюсь тут с видом гуру раскладывать игру на составляющие, рассказывать в чём она там то, в чём она это, в чём она вот это. То есть только мои впечатления. То есть вот я обычный человек, играющий в совершенно разные игры, поиграл в Ghost of Tsushima и вот это вот, вот это вот у меня возникло в голове. На самом деле я уже прочитал множество разной информации по игре и обзоров, и просто мнений, и всего прочего и я со многим согласен. И с теми даже, кто ругает игру, я согласен. И с теми, кто хвалит игру, я согласен. Потому что, в общем-то, ругают её всё время за одно и то же и хвалят тоже примерно за одно и то же. Ну вот что мне, например, понравилось в игре? Она красивая. Не сказать, что она технически, графически как-то совершенно. Нет, но она красивая. Мне реально понравилось в этой игре просто ехать на лошади по лесу. Едешь такой, луна светит, и, короче, тени такие, ты в лесу на лошади, ты самурай. Вообще круто, вообще атмосферно. Или приезжаешь там на поля, там эти цветы там листьями жёлтыми или другого цвета листьями всё усеяно. И вообще-то круто ты на это смотришь. И реально хочется, я не знаю, побегать по этому полю, помахать катаной, чтобы эти листья как-то там, я не знаю, вот это взмахивали, взлетали в воздух. Технически можно, конечно, придраться графике. Там вода как-то выглядит так себе, водопады там какие-то кривые, там дальность прорисовки, она вроде большая, но из-за этого геометрия какая-то плохая или ещё чего-то. Но делать не в этом. Арт-дизайн у игры потрясающий. Я, конечно, не был ни разу в Японии, но вот мне почему-то такое всё равно японское ощущение от этой игры, что тем более странно, что какие-то гайдзины с запада умудрились передать вот эту атмосферу, как мне кажется, или может быть эту атмосферу, как тебе кажется, да, типа она не настоящая Япония, хотя вроде японцы тоже довольны. Но тем не менее, то есть потрясающий именно арт-дизайн. Боевая система тоже понравилась, то есть в ней есть что-то и оригинальное, и что-то, как бы, хорошие какие-то вещи из других боевых систем, и в то же время она как-то соответствует игре, соответствует какому-то самурайскому духу, в том числе вот эти так называемые однокнопочные убийства, когда ты подходишь к какой-то группе врагов, говоришь, а ну выходите, и они выходят, ты зажимаешь кнопку, потом её нужно отпустить в нужный момент, там ещё прям совсем в нужный, потому что иногда враг делает как бы обманное движение, но нет, нужно не реагировать на него, нужно именно вот когда нужно среагировать. Мне такие вещи нравятся прям вот так. Не то чтобы жёсткий тайминг, нет, ну она просто прикольная и зрелищная, да. Также, в принципе, мне понравился открытый мир и то, чем я могу там себя поразвлекать. Конечно, можно сравнить, я не знаю, не то что там с Breath of the Wild, но даже с Ассасинами последними сказать, ну как-то здесь меньше, чем там. Да, меньше, но всё равно это не значит, что совсем нечего делать. Мне было чего делать. Я люблю открытые миры, я люблю, когда ты скачешь, там какое-то время ничего не происходит, потом начинаешь что-то там находить или происходить что-то начинает. Тут тоже, конечно, есть такие моменты, немножко как в пятом Far Cry, где на тебя контент пытается выпрыгивать, то есть, ну там спаунятся эти группы врагов периодически, но они не настолько навязчивые, как в том же Far Cry, что уже хорошо. То есть, есть моменты расслабона и моменты того, что ты можешь сам выбирать, что тебе сейчас делать, идти воевать или идти там что-то искать. То есть, ты можешь, в принципе, идти искать, заметил что-то в группу врагов, думаешь, я не хочу сейчас ни с кем сражаться, я их просто обойду и пойду все равно по своим делам каким-то что-то находить, там искать какие-то ингредиенты для прокачки или для новых там каких-то вещей и вот это все. Ну, это, в принципе, наверное, по положительным чертам. По отрицательным. Что мне не понравилось, вот в первую очередь, это миссии. То есть, это у нас игра с сюжетом, сюжет так себе, ну, как бы мне пофиг, да. Есть открытый мир и есть миссии. То есть, иногда ты там просто сам себя развлекаешься, иногда ты идешь и берешь какую-нибудь миссию. Мало того, что в основном все миссии это убей кучу монголов. Какая бы ни была завязка, это все равно убей кучу монголов. То есть, ничего какого-то интересного не возникает. Но даже как это происходит, то есть, здесь начинает сбоить вот та самая боевая система, которая сама-то по себе крутая. Но! Дело в том, что она крутая, когда ты сражаешься там с одним врагом, с двумя врагами, с тремя, ну, максимум с пятью врагами. Но когда на тебя практически в каждой сюжетной миссии налетает там десяток монголов, то ты такой уже не пытаешься воевать красиво, потому что, да, это бесполезно. Ты просто уже начинаешь как-то отмахиваться от них. Отстаньте от меня или там по стелсу, что тоже некрасиво, на самом деле, в данном сеттинге это все-таки самураи. Это некрасиво тут по стелсу играть и стелс здесь, ну, так себе все-таки сделан. Причем еще каждая миссия, это сначала ты идешь к кому-то, мочишь кучу монголов, потом он тебе говорит, «А, там еще моего брата Свата, тоже похитили, ты идешь его освобождаешь». Он такой «А, там еще вон там монголы, и там тоже его освобождаешь кого-то, там и снова кучу монголов перебиваешь». И практически каждая миссия вот так строится, и, блин, ты такой уж думаешь. Ну, в самом начале миссии перед тобой ставят какую-то цель, и ты такой думаешь, ты только ее добился. Ладно, перебив кучу монголов. «Нет, ты ее еще не добился, ты иди, еще кучу монголов перебей». И это, конечно, утомляет. То есть я понимаю, что, конечно, у нас игра про истребление монголов, монголы захватили остров, это все печально, надо с ними воевать. Но просто еще раз говорю, то хорошее, что есть в игре, в частности, вот эта крутейшая боевая система, оно как-то не очень сочетается с тем, что тебе приходится насрать на эту крутейшую боевую систему, и просто махаться. «А, отстаньте от меня, тем более, что в куче миссий с тобой еще бегают крестьяне, которых не нужно, чтобы убили, и тебе нужно об этом заботиться. А почему-то практически в каждой группе монголов находится какой-нибудь один дебил, который считает, что «Да пофиг, что нас тут самураи сейчас замочат, нет, пойду-ка я убью крестьян, просто вот на зло, на зло бабушке отморожу уши, пойду и убью крестьян». И над ним загорается такой значок, и ты такой думаешь, блин, сейчас крестьян убьют, надо идти, короче, спасать, надо вот именно этого чувака убить. А крестьяне еще постоянно суетятся, я не знаю, нет, чтобы спрятаться куда-то, убежать, нет, они там бегают, короче, между тобой бегают, я вот сто пудов, сколько я играл, постоянно, когда машешь тут свои катаны, там, да, уже и ухо, и что угодно бы отрезал этому крестьянину просто случайно, потому что он просто попадается под руку, просто вот он не может, не знаю, куда-то убежать в сторону, нет, он обязательно между тобой, между монголами везде бегает, как будто такой бегает и специально, «Убейте меня, убейте меня, да блин!» То есть, получается, с одной стороны, именно миссии двигают сюжет, с другой стороны, именно в миссиях, игра наиболее субурна и не структурирована, и лишается практически всех своих преимуществ. Ну, разве что, когда тебе нужно до миссии ехать на лошади, а ты едешь по лесу, а там светит луна, и это потрясающе настолько красиво, что хокку сами складываются, ну, тогда, да, тогда вот это... Эти моменты миссии мне нравятся, как ни странно, поездки на лошади. Хотя вот в Red Dead Redemption я ненавидел эти моменты, потому что они были долгие, да, красиво, но, как бы, красиво и все. А тут как-то не столько красиво, столько атмосферно, сколько... А и красиво тоже, вообще, да. Последнее, что я отметил бы в качестве недостатков, это то, что игра, как бы, немножко сломана или, там, чуть не доработана, что ли. То есть, вот был пример, когда человек, там, 12 часов какой-то пытался убить Сихана в самом начале. Понятно, что по сюжету ты должен проиграть, но дело в том, что даже этот бой не выглядит каким-то нереальным. Человек его, в итоге, победил. И, ну, то есть, как победил? Он снял у него всю полоску здоровья, но Хан продолжал драться, как ни в чем не бывало. И тогда, типа, зачем тогда эта полоска здоровья? В том же, например, Секера было такое, что если ты вот этого последнего чувака убиваешь в самом начале, то есть, там, похожая система, да, что сначала ты с ним дерешься, то все равно ты, как бы, побеждал, но потом через кат-сцену случалось все равно то, что происходит и дальше, но потом, когда ты его встречал, наконец, вот в конце игры, то он уже, там, не насмехался над тобой, ну, а как бы, там, уже с уважением к тебе относился. Здесь ничего такого нет, хотя, мне кажется, это довольно очевидная вещь, то есть, могли придумать, могли там, допустим, осталось бы у него сколько-то здоровья и включать кат-сцену, в которой ты все равно проигрываешь, ну, дать за это какую-то награду игроку. У меня была другая ситуация. Я, например, прошел первый акт, прошел вот этот замок Канеда, и потом, после этого, сразу после этого, я переместился куда-то, вот, в стартовую локацию, ну, и стартового, вот, этого полуострова, и получилось, что потом, когда я загрузился, я не смог попасть, вот, выше замка Канеды, то есть, он, как бы, получается, стоит между, вот, основной частью игры и вот этой, такой, как бы, вступительной частью игры, и я такой думаю, что делать, то есть, у меня работает быстрое перемещение только на сам этот замок, но я появляюсь перед его воротами, и ворота закрыты, открыть я их не могу. Того пути, по которому я пробрался в замок, уже нет, то есть, там, вот, были вот эти штуки, там, по-моему, для крюка, то есть, короче, я не могу пробраться в замок, я такой думаю, уже что делать, и я поплыл вдоль берега, то есть, я старался не заплывать далеко, потому что там уже корабли монголов стоят, то есть, я плыл вдоль берега, не знаю, минут пять, потому что там проплываешь, когда этот замок, там, скалистый берег, то есть, ты не можешь забраться прям сразу, поэтому надо прям очень далеко проплыть, Чтобы наконец найти пологий берег и забраться И там уже я разблокировал несколько точек быстрого перемещения И так у меня это получилось Но все равно это тоже какой-то признак сломанной игры То есть они не подумали, что человек может пройдя замок Канеда Переместиться назад Хотя почему собственно и нет Но в целом вот сейчас как бы мое отношение к игре То есть я в нее играю не для того, чтобы ее там проходить Я и в нее играю просто, чтобы получить удовольствие от эстетики То есть как кино про самураев посмотреть Подраться, получить какие-то удовольствия от активности В открытом мире и в принципе все То есть когда я все-таки решаюсь выполнить какую-то миссию То я к ней морально готовлюсь Не в смысле прокачиваюсь под нее, нет А в смысле морально готовлюсь, потому что я понимаю Что сюжетная миссия не даст мне, ну ни удовольствия не даст ничего То есть она скорее всего меня выбесит своей какой-то однообразностью Вот этой кривостью, но я не получу удовольствия Но тем не менее иногда сюжетные миссии конечно здесь нужно выполнять Чтобы двигаться дальше, просто чтобы получать какие-то новые вещи Для того, чтобы вот в открытом мире тебе в том числе было чем заниматься Не уверен, что разработчики игры именно так задумывали, что все должны играть Но я не вижу ничего плохого в таком геймплее Я во многие юбисофтовские дрочильни играю так же И знаете, бывает потом раз и случайно прошел И такой, ну ладно, окей, я ее прошел Не то, чтобы я сильно хотел ее пройти Мне кажется, Ghost of Tsushima это не игра, которую надо проходить Это игра, в которую надо вот играть и получать от нее что-то свое Если тебе в ней что-то нравится А если хочется какой-то там завершенной истории Или красивой истории, или интересной истории То мне кажется, это действительно не сюда Ну у меня наверное сегодня все С вами был Денис Мейджор Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео Об играх и игровых консолях Ставьте лайк, если вам понравилось И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, Бусти и Ютубе Вы помогаете моему каналу становиться лучше И благодарю за просмотр, до новых встреч, пока!